5 октября в России отмечают День Учителя. Праздник, основанный еще в советское время, призван отметить особую роль представителей этой профессии в жизни каждого из нас. Равно как и для педагогов, немаловажно знать и отслеживать судьбы учеников после школы, ведь сердце помнит каждого. Такие учителя идут со своими воспитанниками незримо всю жизнь. Родилась в Люберцах, выросла в Люберцах и прожила здесь всю жизнь. Людмила Маклакова – одна из тех, кто не любит кардинальных перемен, а для смены обстановки предпочитает лишь туристические поездки. По такому же принципу выбирала себе профессию. Устроилась работать в школу, в которой сама училась. Как хорошо, когда человек живет на своей малой родине. Все знакомо, все родные. Коренные люберчане ценят это. Ценят место, где они трудились, где они отдавали своему городу и своей работе всю душу. В первой школе, а ныне гимназии, Людмила Маклакова проработала 52 года. Преподавала русский язык и литературу. За это время она лишь однажды была классным руководителем. Зато связь со своими учениками поддерживает до сих пор. В 67-м году они закончили 10 классов. И вот с того 67-го года мы продолжаем с ними встречаться. В этом году им исполнилось 70 лет. И мы хотели отметить 70-летие всем классам. Ну, конечно, не всем. Было 37 человек. 16 человек, мальчишки, ушли в мир иной. Два человека за границей. Три человека как-то потеряли с ними связь. Но все-таки в основном мы встречаемся. Учитель по призванию поддерживает связи с коллегами. Очередная встреча прошла, как всегда, накануне профессионального праздника. У нас же традиция. К нам в гости приходите. В управление образованием. Но жизнь меняет некоторые моменты. Но, тем не менее, мы не расстаемся. В качестве подарка Людмиле Васильевне вручили книгу «Горжусь тобой, край Люберецкий». Для человека, настолько любящего свою родину, лучшего презента не придумаешь. Спасибо. Это очень дорогой подарок. Очень дорогой подарок.